11 часов Ягорбский мост. Лада Приора на высокой скорости ехала в сторону Заречья. Водитель не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути. По словам пассажиров трамвая, автолюбители, находясь за рулем, нисколько не смущаясь, пил пиво. Пустую бутылку бросил рядом с машиной. Аварию увидел сотрудник полиции, который проезжал мимо. Вместе с вагоновожатыми он помог пассажирам перейти через дорогу. Выехали с обеда, вот потому и много трамваев. Все едут на работу, кто на работу, кто в детсад. Большая трамвайная пробка образовалась за считанные минуты. Восемь вагонов выстрелились в направлении города и три в Заречье. Нет, нет, я же на Первомайской была, когда он залетел. Великого проехала и увидела, что он после нее залетел. Тем временем на место событий приехала супруга горе-водителя. То ли после подчечины, который получил муж, то ли по другой причине он попытался убежать. Сто-метровку он преодолел, затем водителя настиг сержант полиции Николай Антонов. Задержание проходило перед автобусом, водитель которого едва успел нажать на тормоза. Помощь в задержании предлагали и очевидцы. Коллега полицейского помог скрутить нарушителя. После его закрыли в патрульной машине. Сам водитель сейчас находится у сотрудников полиции, в патрульном автомобиле. Ну, имеются признаки первичные алкогольного опьянения, но пока это будет не установлено, это не доказано. Чуть позже экспертиза показала, что водитель был пьян. На него заведено дело за езду в нетрезвом виде. Сейчас сотрудник полиции, который задержал водителя, пытается эвакуировать приору из снежного плена. Минута и трамвайные пути освобождены. Нарушителю грозит от полутора до трех лет лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, он должен будет компенсировать простой в работе 11 трамваев. А вот сержант Николай Антонов, проявивший способности супергероя, скромно отправился выполнять другие служебные обязанности.